У жителей многоэтажек поселка Большевик. Уже нет надежды улучшить свой быт. Управляющие компании здесь меняются ежегодно. А кровли как текли, так и текут. В подвалах протечки канализации, а подъезды пугают своим состоянием. В конце прошлого года за жилой фонд и придомовую территорию стала отвечать новая муниципальная коммунальная организация – служба заказчика. Однако пока результатов ее деятельности люди не ощутили. Вот видите, грязная вода, это канализация. Это не грунтовые воды. То, что подвал дома затоплен негрунтовыми водами, убеждает запах. Он проникает и в подъезды пятиэтажки, в которые капитальный ремонт не делался несколько десятилетий. С 2006 года у нас вода в подвале присутствует постоянно. И канализация, и грунтовые воды. И сколько мы не пытаемся добиться, чтобы осушили подвал, мы не можем. Уставшие от обещаний бесконечно меняющихся управляющих компаний, люди организовали совет дома. Возглавила его бывшая учительница Инна Рамодина. У нас эксперт по строительству был. И мы начали с того, что мы начали требовать, чтобы привести в порядок подвал. Составили акт. Вот воз и ныне там. Панельные швы у нас уже, они по сути дела ничего не держат. У нас как мы… Ну холодно. Например, я первый этаж, холодно. То есть у нас просто разваливается дом на глазах. Проблем за десятилетия бездействия коммунальщиков в 22-м доме накопилось немало. Помимо замены старых канализационных сетей, здесь давно уже пора отремонтировать и подъезды, герметизировать швы. Об этом жители постоянно напоминали сотрудников управляющей компании. Однако людей кормили обещаниями. Займали плату, но у многоэтажки ничего не делали. Я четыре года ходила, чтобы нам крышу сделали. Пошел дождь, все залил, это самое, всю крышу. И они даже не созволили к нам прийти побелить хотя бы. Все у нас грязное, все у нас страшное, все облупленные стены. Деньги платим немыслимые, ничего действительно не делается. Управляющие компании в Серпуховском районе постоянно меняются. Но толку от этого никакого. Парадокс в том, что коммунальные организации, проработав год-другой, банкротились. Как правило, при несменяемых руководителях и 90-процентной собираемости платежей с населения. У жителей сложилось мнение, что банкротство проводят умышленно, с единственной целью – оправдать свое бездействие. А полученные с людей деньги за якобы проведенные работы положить себе в карман. Кто был? Барарушкин, Тулупов, дальше Сидоренко. Потом вместо Сидоренко Михаил приходил и ушел тут же. Он недолго был. Теперь исполняющей обязанности был Марочкин, главный инженер Марочкин. А сейчас служба заказчика – они все те же люди, только с новыми названиями. Однако жители не собираются мириться с коммунальным беспределом. Они хотят жить под надежными крышами и в уютных теплых квартирах. Поэтому о своих правах постоянно напоминает сотрудникам управляющей компании. И к новым обещаниям относятся с недоверием. Ведь сколько их уже было, до сих пор слова делами не подкреплялись. Мы же платили все. Деньги-то куда выходят? Мы с 1 октября. Мы же и Максимович. Я понимаю, что мы говорим. Мы не отчет на руках. Мы не являемся правоприемниками предыдущей компании. Поэтому наши начисления идут с 1 октября. И для того, чтобы начать какие-то работы, нам нужно еще что-то собрать. Руководство новой управляющей компании службы заказчика обещает поменять ситуацию. Однако при таком наследстве, ненадлежащем содержании более 250 многоэтажек, реально ли это? Жители поселка Большевик опасаются, что опять станут заложниками махинаций очередной недобросовестной коммунальной организации, которая, как и предыдущей, соберет деньги и исчезнет.